Ребята, хотя меня называют, конечно, суперфанатом Apple, я на самом деле таковым не являюсь, но вот так получилось, что я оказался в Америке как раз, когда начались продажи нового MacBook Pro с тач-панелью. Поэтому я попробовал это и решил вам рассказать, как это работает. На мой взгляд, не стоит покупать ради этой тач-панели MacBook Pro, потому что она стоит космических денег, а панель эта нарушает на самом деле все принципы работы с компьютером, работы с клавиатурой. Это большая ошибка. Итак, я вам сейчас это покажу, а вы уже сами решайте, правильно это или нет. На мой взгляд, они нарушили самое главное правило, то, что вы используете клавиатуру вслепую. Вы реально на нее не смотрите. Если вы смотрите, вы используете, в принципе, свой компьютер не очень эффективно. А здесь история такая, что вам нужно туда смотреть. То есть вы не можете смотреть на экран, ну, естественно, вы можете, но подразумевает, что вы будете еще смотреть на клавиатуру. Например, вот смотрите, я сейчас захожу в Safari, это браузер. И когда я добавляю новую закладку, вот здесь внизу появляются иконки, там, Facebook или еще что-то. Но при этом у меня мышка находится вот здесь. То есть мне гораздо быстрее нажать на самом деле мышкой, а не вот выбирать там что-то внизу. Дальше. Например, я хочу поменять громкость. Я нажимаю на громкость. Сейчас я открою что-нибудь. Какое-нибудь видео, да? Открою. Автовести. Допустим. Вот видео. Окей. Я хочу поменять его громкость. Что я раньше делал? Я раньше просто нажилал на кнопку, и оно фрагирует. Влево-право. Теперь, когда я нажимаю на громкость, мне нужно смещать палец. Таким образом еще раз посмотреть сюда. А в обычном ноутбуке я мог делать это механическими кнопками. Единственный плюс, единственный плюс, это если вы пользуетесь, например, полноэкранным режимом, когда у вас отсчитают все элементы управления, то здесь вы можете увидеть и время, и можете перемотать видео, и это действительно удобно. Но это только в этом случае. Большая часть функций, которые они здесь предлагают, она гораздо удобнее, если вы пользуетесь механическими кнопками. Более того, Escape, который находится вот здесь, сбоку, низ краю, он тоже неудобный. И у вас нет никакого обратного действия, никакой отдачи. Нажали вы на эту кнопку или не нажали? Это очень странно. Бессмысленно. Если зайти, допустим, в какой-нибудь Final Cut, где-то в Final Cut. Кстати, вот как выйти отсюда, чтобы вызвать другие программы. Непонятно. Вот вам пример, как выйти... А, вот я вышел обратно. Окей, выбираю программы. И выбираю Final Cut. Все, в Final Cut, смотрите, тоже все поменялось. Все иконочки другие. И, допустим, я что-то делаю и нажимаю на Escape. Сейчас я сделаю громко. То есть, на самом деле, непонятно, что происходит. Непонятно, что вы можете делать, а что вы не можете делать с этими инструментами. Особенно, видите, когда они не срабатывают. Штука хорошая, штука веселая, но покупать только ради этой панели ноутбук такой я бы не стал. Лучше сэкономить, купить попроще, может быть, выбрать какой-то более мощный процессор или память, но взять обычный ноутбук, у которого есть логические кнопки. Логические кнопки есть, например, вот у такого. Он такой же легкий, стоит дешевле. Он вообще несколько классный, без исключения массового разъема и всяких там еще примочек. Но кнопочки у вас на месте. Вы нажимаете, и все происходит, как и должно быть. Громкость, без всяких там приколов. Поэтому вот так, решайте сами. Я бы такую штуку брать не стал.